Хоба, привет, с вами доктор Влад. Я хотел рассказать о том, следует ли уезжать вот сейчас или ждать чего-нибудь. Да, ну, что-то, по-моему, я эту тему уже затрагивал, и что-то у меня настроения нет. Вот, а тут зашел разговор про женщин. Вот, и, значит, потом вот тут не один написал. Доктор Влад, вы почти в каждом ролике просите поддержать канал 10-15 долларов. Для России это сейчас большие деньги и так далее. Ребят, не 10-15, а у меня просто по умолчанию 10. Вот, и последние мне присылали тоже вот как-то по 10-15, да. Вот, да, можно и хоть и доллар поставить. Я не знаю, можно полдоллара поставить или нет, но доллар можно поставить. Так что тут без проблем. И вот это вот сочетание женщины и деньги, да. И мне что-то вспомнилось казино. Вот мы с женой одно время часто ходили что-то, ездили, вернее. Тут далеко казино. Ближайшее. Тут дело в том, я уже рассказывал, что на земле штата нельзя казино строить. Ну, строят на воде, господи, какие проблемы. Поставили какой-то дебаркадер и там организовали казино. И, пожалуйста, это не запрещено законом. Ну, и тоже я уже говорил, что там одни старички и старушки сидят. Причем я видел женщину с кислородным баллоном даже на кресле. Ну, это такое развлечение. Если по копеечке играть, много не проиграешь. Вот. А мы в основном по копеечке играем с женой. Ну, там, правда, может 10-кратную ставить, там 15-кратную, что-то такое еще. И вот я хочу сказать, вообще вот казино вообще реально выиграть или нет. Ну, выиграть-то можно, но, в принципе, я выигрывал, и жена выигрывала, и проигрывали тоже. Вот. У меня жена очень азартная, я-то нет, мне-то, в общем-то, как-то по барабану. Вот. Я хочу еще сказать такую вещь, что вот игра в казино, она заключается не только в том, что ты там вот какие-то там эти кнопочки нажимаешь туда-сюда, оно крутится, да. Вот. Игра еще заключается в том, что у каждого игрока существуют какие-то правила. Это обязательно. Без этого нельзя. Вот у меня золотое правило. Если выиграл, хорошо, сыграй еще раз и уходи. Вот. Со своими деньгами. Я всегда так поступаю. Вот. И, в общем, получается так, что я чаще, чем жена, выиграю. Потому что, ну, бывает, что вот не идет и не идет карта, не идет, не идет там. Не карта. Мы играем всегда вот в эти на экране игры, да, никогда не в рулетку, ни в покер, ни во что. Вот просто на экране там какие-то красивые там какие-то звери, какие-то там бриллианты или что-то в этом роде. Вот так. Вот у меня правило такое, да. И в основном я его придерживаюсь. Если сумма выигрыша там, ну, 30-40 баксов, ну, все, уходи, уходи, хватит, да. Вот. Иногда вот напоследок на счастье, а где-то там еще вот, ну, уже идем назад, да. Я сыграю где-то и никогда не выигрывал. Так что вот это последнее, это не нужно делать. А у жены интересные правила. Она раньше меня в Америке, она вообще заводная на игру. А вот. Я, кстати, вообще вот на компьютере вообще не играю в игры компьютерные. Все вот. Завязал с этим делом. Первое время играл, да. А жена у меня постоянно какая-то там, какой-то там казино, но там на очки. А, еще она играет в нарды, очень любит эту игру. Она из Баку, она хорошо знает эту игру. Я с ней пробовал играть, но это безнадежно совершенно. У нее там, не знаю, на уровне мастер спорта, наверное. Она у меня выигрывает на счет раз, два, три. Хотя там вроде бы кубики, да, но там много тонкостей. Но я сегодня не про нарды. Вот у нее, у моей жены, есть такая фишка, да. Вот она мне тоже рассказывала. И что самое смешное, вот оно так и работает, да, в казино. Вот. Я не хочу сказать, что я вас сейчас научу играть и всей России ломануться в казино. Вот. И себе хорошую прибавку там к зарплате, к пенсии. Нет. Но фишка работает. Смотрите. Вот она всегда внимательно следит за окружением. Всегда. Вот. Там, кстати, кофе бесплатно. Вот. Вино бесплатно нет. Кофе бесплатно. Я там обычно кофе напиваюсь. Да, еще момент. Раньше было, значит, для курящих, а не курящих. Да, а по-моему сейчас, не по-моему, а точно вообще все для не курящих. А если курить, вот выходи на балкончик. А раньше можно было с бычком, значит, играть. Вот. Но только в отдельной специальной, ну как, не комнате. А там вот у нас в Чикаго два этажа. Один для курящих, один для не курящих. Ну и вот. И вот она всегда смотрит вокруг кто и как. И вот если она видит, если какой-нибудь мужик там, ну или женщина, это не важно. Играет, 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 играет. И видно, что он не выигрывает. Потому что когда выигрывает, там музычка играет. Блэм-блэм-блэм-блэм-блэм-блэм-блэм. И видно, что не выигрывает. Вот. Просаживает кучу денег. А потом раз так, ах, и уходит. Да. Вот она всегда прям туда мышкой. Вот садится. И она объясняет это так, что в компьютере программа, да. Она все-таки рассчитана на какое-то количество денег. Ну, отдаваемых, да. И если в одном месте убудет, да. Вот как у того, кто играл, да. То значит, у нее какой-то запасец есть. И оно вот-вот выиграет. Я и на это говорил. Я специально интересовался в интернете, что вот этот вот компьютер игровой, да. Он рассчитан так, что каждый раз, вот каждый новый человек подходит, он начинает все снова, да. Вот не учитывая предыдущие игры. Вообще, во всяком случае, так. Я читал, что программа так устроена, да. Вот. Ну, может быть, оно и так. Но с другой стороны, вот, ребят, если кто-то долго играет и никак не может выиграть, вы все-таки туда прыгнете. Потому что я сам не раз убеждался, что это работает. И сразу тебе, значит, накатывается хорошая сумма. Вот просто попробуйте, я не знаю. А с другой стороны, мой разговор, в основном, для русских-американцев, ребята. Я в российский казино не верю. Тем более не верю в онлайн-казино. Это вообще, это чухня полная. Вот. В онлайн-казино и в американский тоже я никогда не играю. Ну, оно и неинтересно. Не та обстановка. То есть, заходишь в нормальное казино, там люди, там. Это как кино смотреть. По телевизору, да. Или в кинотеатре. Все-таки в кинотеатре приятно. Вот это. Давно забыто, правда, ощущение. Давно не был в кинотеатре. Но оно... А нет, оно не забытое. Давно не испытываемое. Я просто давно не был в кинотеатре. Но я помню, как вот смеешься там в свое время. Жан-Маре там и так далее. Про Жана-Маре мы тоже говорили. Тут про Фантомаса. Так что, ребята, попробуйте. От вас не убудет. Вам это никаких дополнительных денег не стоит. Просто если кто-то долго стоял и ушел, не выиграв, прыг туда и все. А вообще это весело. Интересно. И у нас тут... В общем, это популярно. Особенно среди пенсионеров. Детские садики пенсионерские часто туда вывозят. Дадут им десятку на разгон. И вот там бабульки сидят. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот так мы в Америке живем. Пока-пока. Доктор Влад с вами.